Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Совсем недавно купил себе новый смартфон. Старый перестал отвечать современным требованиям, пришлось его заменить. Как обычно, перед покупкой перелопатил кучу информации об этих гаджетах. Но все-таки выбрал отличный для себя вариант. Недорогой и очень производительный аппаратик. Если кому интересно, на чем я остановил свой выбор, пишите в комментариях, сделаю обзор. Скажу сразу, очень достойный аппарат. Так вот, в процессе поиска узнал о смартфонах много интересной информации, которой и хочу с вами поделиться. Ни для кого не секрет, что смартфон стал сегодня тем предметом, который плотно вошел в повседневный быт среднестатистического человека. Они будят людей с утра, напоминают о важных встречах, они заменили телефон, компьютер и стали настоящим центром развлечений. Но при этом далеко не всем известны любопытные факты, которые связаны с этим гаджетом. Ученые уже давно бьют тревогу насчет того, как много люди проводят времени за экранами своих девайсов. По мнению ведущих экспертов по наркомании, дать ребенку смартфон – это равноценно, что дать ему грамм кокаина. Задумайтесь над этим, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Книга гораздо полезнее и не вызывает зависимости. А уж если и вызовет зависимость от знаний, то этот факт можно только приветствовать. Второй любопытный факт. Оказывается, IBM продала смартфон с сенсорным дисплеем, который мог отправлять электронные письма и запускать сторонние приложения. Но, казалось бы, что здесь такого? Но дело в том, что это случилось в 1994 году. Следующий факт говорит о том, что далеко не все прогнозы сбываются. В конце 2008 года многие критики полагали, что Android потерпит неудачу. Сейчас же Android занимает около 80% общей доли рынка операционных систем для смартфонов. Вот еще один интересный факт о золоте в смартфоне. Процентное содержание золота в смартфоне больше, чем в золотой руде. Для получения одного грамма золота требуется тонна руды. Но можно получить такое же количество золота, переработав 41 мобильный телефон. Конечно, это усредненная статистика. И в каких-то девайсах этот показатель значительно ниже, ну а в каких-то и выше. Очередной интересный факт. Смартфоны способны принимать FM-радиосигналы. Смартфоны способны принимать FM-радиосигналы. Однако, компании-производители отрицают, что потребительский спрос достаточно силен, чтобы оправдать активацию этой услуги. Ну, конечно, есть исключения из правил, как и везде. А вот факт о цвете кожи и смартфонах. Один из китайских производителей стал главным продавцом смартфонов в Африке. В основном это случилось потому, что этот производитель стал настраивать тачскрин в своих телефонах для работы с более темными оттенками кожи. Что-что. А реагировать на спрос китайцы научились, наверное, лучше всех в мире. Вот немного о возможностях слежения, наблюдения и сбора другой информации с помощью телефона. Оказывается, любой смартфон транслирует имена предыдущих IP. В режиме активного обнаружения смартфон транслирует имена IP-адресов, которым ранее было подключено устройство. Это создает уникальный отпечаток Wi-Fi, по которому можно идентифицировать человека. И вместе с отпечатками других людей его социальные отношения. Когда-то емкость аккумулятора Nokia 3310 казалась чем-то невероятным. На самом деле она в 3-4 раза меньше, чем у среднего смартфона сегодня. Прогресс, как всегда, не стоит на месте. А вы знаете, что Никола Тесла предсказал появление смартфона в 1926 году? Никола Тесла – знаменитый изобретатель, который более всего известен сегодня своими экспериментами с электричеством. Но мало кто знает, что он предсказал появление современного смартфона в далеком 1926 году. Что это, если не гениальный дар предвидения? Задумайтесь еще над одним интересным фактом. Современный смартфон в миллионы раз более мощный, чем все вычислительные мощности NASA в 1969 году. Тогда NASA для высадки на Луну использовала компьютеры Multiply IBM System 360 модель 75 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Так что сегодня любой обладатель смартфона управляет вычислительными машинами гораздо более мощными, чем вся интеллектуальная мощь NASA 1969 года. Не так давно в Google появилась новая концепция открытой аппаратной платформы для создания первого модульного смартфона. Разработчики утверждают, что благодаря этой концепции отпадет необходимость выбирать, к примеру, телефон с хорошей камерой. Можно будет просто купить камеру для своего телефона, такую, какую захочешь. Как, например, в конструкторе Lego можно из модулей творить все, что тебе захочется. Есть готовые модули, собираешь и получаешь то, что хочешь. Все знают популярность Google Play и App Store. Однако результаты одного из исследований утверждают, что 65% пользователей смартфонов не загружают ни одного приложения в месяц. Немногие до конца понимают, что все критические технологии смартфонов, включая аккумулятор, сенсорный экран и многоядерный процессор, являются прямым результатом финансирования правительственных исследований. Без этого финансирования смартфоны были бы намного дороже, а также понадобилось гораздо больше времени для их развития до нынешнего уровня. Специалисты Apple утверждают, что 0 градусов Цельсия – самая низкая температура окружающей среды для нормальной работы iPhone. Если батарея смартфона остынет до меньшей температуры, ее энергия может расходоваться быстрее, чем обычно. Или же индикатор может показывать, что батарея полностью заряжена, после чего телефон внезапно выключится. Ну и финальный факт. Гонка лидеров – совершенство, рожденное в конкуренции. 9 января 2007 года Стив Джобс представил оригинальную модель iPhone. Команда Android от Google, которая на то время уже в течение двух лет тайно работала над смартфоном, была вынуждена начинать все заново. Ну вот и все на сегодня о смартфонах. Всегда рад гостям на своем канале. Чаще заходите ко мне, оставляйте свое мнение в комментариях. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.